Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в том числе про спорт и про футбол. Знаете ли вы, дорогие телезрители, что она когда-то проиграла кошку, проиграла 15 рублей, проиграла свой кекс с изюмом, который оставила после гастролей. И все это было на футбольном тотализаторе. Вот так-то и я был удивлен. Не верьте ему, не верьте ему. Значит, я скажу так, что выиграла, выиграла я на футбольном тотализаторе, но это было именно между нами, между друзьями, да. И компания, значит, моих друзей в мужском, где все лице, значит, они ставили... Ты одна, среди мужчин. Ну, конечно. Потому что никто из девчонок, ну, как в моем тогда времени, никто не смотрел футбол, наверное, я не знаю. Значит, я поставила на команду Бавария, ребята поставили на команду Реал. Сколько ты поставила? Цифры, дай нам цифры. Ну, слушай, ну, я на тот момент, наверное, поставила, ну, где-то, наверное, тысячу. Вот, ну, как бы каждый из нас равную сумму. В итоге, в итоге, что выигрывает Бавария, я зарабатываю себе деньги и иду в салют. И всем мужчинам щелчок по носу вот так вот. Бау! Так что у Тани очень даже прямое отношение к футболу и к спорту, в частности. Об этом мы еще, конечно, поговорим. Но сейчас я хочу рассказать о том, что завтра, если вы находитесь в Москве или где-то поблизости, приходите на выступление. Танюха, где, что, как? Это будет в клубе Icon, поэтому я всех приглашаю. И это будет, скажу вам по секрету, Music Box Party. Поэтому будет весело. Только вам, только вам. Ну, а что касается дальнейших творческих планов, я это оставлю на самое сладкое. А еще Таня обещала нам показать то, как она начинает утро. И обещала показать даже разминку. Не знаю, получила... Ну, сейчас, наверное, нет. Давай попозже. После сплена. Мы сейчас смотрим клип, а после мы вернемся. И Танечка вам кое-что покажет. И мне. Друзья мои, мы с вами перевалили за час нашей программы. Еще ровно столько же, поэтому успевайте сказать важные слова в адрес своего любимого человека. Или кому-то передать привет, но самое главное, заказать песню. И еще у нас в студии гость Танечка группы Infinity. Еще раз всем огромный привет. Добрый день. Кому-то вечер. Кому-то ночью. Кто-то еще и не просыпался, значит, и не выбирался. А кто-то, да. Это не важно. Главное, чтобы смотрели или слушали где-то издалека в Music Box. Верно. Друзья мои, мы сегодня говорим про спорт, а в частности говорим про футбол. И вопрос, который боятся все женщины на планете. Весь женский пол. Потому что они не знают, как на него ответить. Поэтому, Танечка, ты не уйдешь от этого вопроса тоже. Что такое офсайд? Ой. Это, подожди, офсайд. Давай, давай. Ты можешь показать на руках. Ну, подожди. Там их правил-то не так уж и много. Нет, там буквально две строчки. Подожди, это офсайд, это когда или же был мячом задет, значит, этот. Этот. Ну, куда? Палка вот эта, что? Короче, ворота. Или же, когда мяч перескочил за черту поля. Именно вот так вот когда-то судейская бригада объясняла всем игрокам, что такое офсайд, когда либо задевает либо ворота, либо... Ну, в итоге-то... На будущее ворота. Девочки, просто говорите. Вне игры. Вне игры. И это будет правильный момент. Ну, слушай, ну, почти угадала. Хорошо. Что ты знаешь про футбол? Ну, я знаю одного человека, которого зовут... Котой? Джон. 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 Джон Малкович? Пенальти. Джон Пенальти? Пенальти, да. Как, кстати... Тот самый? Ну, короче, это не тот самый. Он первый, поднимающий такой голубой. Нужно убить ворота по пенальти, чтобы как-то наказывать 11-метровый гол. Я боюсь спросить, почему именно 11 метров? Уж не виной ли тому был? Это Джон Пенальти. Ну, да ладно, друзья мои. Ваши вопросы ждем на номер 6150. Не забывайте свои сообщения подписывать. Либо звоните и пообщайтесь с Таней в прямом эфире канала Russian Music Box. Телефон 276-2949. Звоните. Или с Максимом? Я. И вы правильно делаете, что все еще смотрите Russian Music Box. Это шоу-рум. Меня зовут Макс Орлов. Это Таня. Танечка. Танюша. Танюсик. Группа Infinity. Она, собственно, персона сидит вот здесь рядом со мной. Я уже стесняюсь его. Я уже боюсь. Я на самом деле просто обычная Таня. Как и все девочки и девушки. И не надо уже так... Нет, я влюбился просто потому, что этот человек разбирается в спорте, в частности, в футболе. Но давайте поговорим о твоем творчестве. В том числе. Потому что я знаю, я слышал, что у тебя готовится к выходу новый клиент. Да. Расскажи. Он готовится буквально, скажем так, в начале ноября уже появится, я думаю, и в интернете, и на телевидении. На какую песню? На песню. А он такой, как я мечтала. Вот. И мне кажется, что песня удалась. И клип удался, и это все совокупе получится очень даже ничего. Еще бы ты считала по-другому. Слушай, интересно. Вот наверняка при создании клипа существует несколько точек зрения. Как сделать правильно? Один хочет так, другой хочет вот так. Как у вас решается? В спорах? Может быть, Орел и Решку бросаете? Камень, ножницы, бумага? Как происходит? Нет, ну, конечно, прислушиваются ко мне. Потому что, как всегда, главный герой это я, там выступаю. Ты сама пишешь сценарии? Нет, нет. Я ни в коем случае, как бы, не забираю хлеб у наших режиссеров. Я им даю все-таки эту возможность что-то написать. Но могу дополнить. Как буквально сделала вот в этот раз. Дополнила просто идею режиссера. Наполнила, точнее, ее более эмоциональными какими-то сценами. И добавила туда много всего интересного. Я думаю, уже скоро вы это все увидите, не буду ничего рассказывать. Вот как они умеют это делать, девушки? Вроде говорят, вроде много чего. Вот в красках. А вот я ничего не понял. Где будет сюжет клипа? Где вы снимали, во-первых? Мы вообще снимали очень долго его. Мы снимали его целый год, можно практически сказать. Практически целый год. Мы засняли вот буквально недавно осень. Да, мы начали его снимать вообще с весны. Затронули еще до этого в зиму. Ну, короче, мы еще снимали его практически целый год. И вот наконец-то мы пришли к этому. И вот, наконец-то мы его покажем. А снято это было в Москве в целях экономии денег. И не только. Но получился качественный продукт. И скоро вы его увидите. Друзья мои, после рекламы мы вернемся к вам. Он экономит мои деньги. Оле, Ола, вперед Россия, вместе стране вся страна. Россия, Россия, мы с тобой. Да-да-да-да. Вот так там. Я обучаю здесь футбольным кричалкам нашу гостю. Танечку из группы Инфенти. И у нее, кстати говоря, очень хорошо получается. Кстати, ну-ка, не верю. Я была как-то в городе Саратове на каком-то матче, я помню. На каком-то матче? Да, с местным клубом. Мы в какой-то еще клуб приезжали. Да, очень было здорово, весело. Делали всякие там волны. Значит, одно-другой трибуне посылали там кричалки разные. Очень здорово, весело. Это был вообще футбол? Это может быть керлинг был? Нет, это был футбол. Вообще, Танечка очень спортивный человек. Если кто не знает, но в жизни Тани на самом деле очень много спорта было. Ну-ка, вот признавайся. Вы думаете, почему я так далеко от нее сижу? Это все не просто так. Расскажи. А ему ездишь там, кстати. Да. Я давно уже мечтаю. Да, да. Потому что Таня занималась рукопашным спортом. Раз. Да, немножко каратэ, немножко школа милиции, где там еще и тоже спорт. Если ты, тренер говорит, ну, который нас преподавал, если ты не успеваешь, значит, за 40 секунд одеться и уйти уже из зала, значит, ты отжимаешься еще 40 раз. Вот так она и стала певицей. Вы думаете, что постель? Нет, ни в коем случае. Нет, нет. А, да-да, спорт, 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 а потом идет певица. Она умеет боксировать. Друзья мои, звоните и задавайте вопросы. Танечка, 2762949, код Москвы 495, звонок, кстати говоря, бесплатный в наше-то время. Да вы-то шикуете. Не то слово, денег горы. Пишите смс-ки на номер 6150 и, самое главное, смс-ки свои подписывайте. У нас сейчас группа Моми Тролль, а мы с Танюшкой станем. Друзья мои, это канал Russian Music Box, это шоу-рум. Лысый добрый дядьки Макс Орлов и очаровательная красавица Таня из группы Инфинец. Очень приятно, что ты знаешь. Между прочим, я знаю, как начинается у Тани утро. Не потому, что... Ну, не потому, что он спит, дядя, со мной. Потому что, да, Таня мне рассказала, и сейчас она расскажет вам, как начинается ей утро. Я обещал вам зарядку и разминку от Танечки, получайте. Итак, звонит будильник. Какой будильник? Ты что, нет. Когда я просыпаюсь? Три часа дня, хорошо. Ну, двенадцать, давай в двенадцать начнем. Двенадцать. Да, первое, что это начинается с разминка руки, которая ищет пульт. И еще с закрытыми глазами я уже включаю телевизор, который начинает вещать мне что-то музыкальное. Так. В этот момент начинается открывание глаз, или правый, или левый, или наоборот. То есть сначала пошли руки. Да, да, да. Которые ищут пульт. Потом зарядка для глаз. Далее потягушки. Потом можно прогуляться до волшебных комнат, где можно сделать все прекрасные дела. Далее уже ты, в принципе, и встал, можно уже и подвигаться. Главное, не резко и аккуратно, дабы не повредить свой позвоночник. Вот так-то, понимаете. Ведь это тоже своего рода зарядка. Ведь это нужно заставить себя потянуться за пультом. А то. Открыть глаза в три часа дня. Понимаете, это вам не просто так. А еще Таня рассказала себе секрет своей очаровательной сексапильной фигуры. Об этом я расскажу чуточку попозже. А сейчас смотрим еще один клип на канале Russian Music Box. И танцуйте, танцуйте. Друзья мои, мы продолжаем этот шоу-рум на канале Russian Music Box. И к нам дозвонился Таня. Знаешь ли ты кто? Сам Дед Мороз? Ой, Дед Мороз, да. Ноябрьска. Северо-Теменской области. Алекс, здравствуй. Здравствуйте. Вот знаешь, мне Танечка рассказала одну прекрасную историю. Когда она выступала в Ноябрьске, говорит, один молодой человек с огромным букетом цветов подошел, подарил, сказал, я люблю твое творчество, приезжай к нам, пожалуйста, пораньше. Это был ты, признавайся? Это было в гостинице. Да, я признаюсь, это был я. Это было в гостинице? Да. Поймали меня, поймали. Ты следил за ней? Вот следить всегда за мной, мне кажется. Я всегда следу за ней. В общем, Алекс... Она знает об этом. В общем, Алекс, у тебя есть великолепная возможность засыпать ее сейчас виртуальными цветами и комплиментами, самое главное. Давай, дерзай. Санечка, я хочу тебе пожелать, чтобы в твоей жизни все мечты сбылись, чтобы ты встретила настоящую свою любовь и чтобы твое творчество никогда не заканчивалось, продолжалось и все лучше и лучше было. И мы всегда бы видели твои новые клипы и хотели бы видеть их почаще. Спасибо, Алекс. И почаще твои прелестные песни, они просто бесподобны, они божественны. Вообще, Алекс, вообще, Алекс, Танечка любит приезжать в город Ноябрьск, так что зовите чаще, и ты видишь, будешь ее гораздо чаще. Вот так-то. Спасибо, Алекс. Видимо... Отдаваю тебе привет. Отдаваю. Ладно, мы уходим сейчас на небольшую паузу, а после вернемся, Алекс, и для тебя кое-что покажем еще. Я ревную! Я ревную! С кем ты целовалась в клипе? С прекрасным молодым человеком. Он хорошо целовался? Стеснялся. Танюшка, как надо правильно целоваться? Объясни, вот нас смотрят... Слушай, ну это не объясните, это нужно показать. Впервые на телеканале Russian Music Box в шоуруме. Что, целуемся? Это было жарко. Друзья мои, шоуру... Я все смотрю на эти кадры. Я вам обещал рассказать, откуда у нашей Танюшки такая сексуальная фигура. Потому что он уже услышал, как у меня урчит в животе. Хочу есть. Но при этом она отобрала мое единственное яблоко и сказала, что это будет единственное, что съела за последнюю неделю. Вот видите, в чем-то она от себя отказывалась. Кусанула всего лишь один раз и уже пожадничала. Друзья мои, мы сегодня говорим о спорте, мы говорим о футболе и не только. Впереди у нас с вами Олимпиада 2014 года в Сочи. Вот расскажи, пожалуйста, будешь ли ты за чем-то, за кем-то наблюдать, смотреть? Поедешь ли ты туда или как? Я, конечно, буду за всеми наблюдать, за всех буду болеть. Именно за Россию, за все наши команды, за всех наших спортсменов. Плюс ко всему мы там еще и споем свои песни, поддержим. Ну, поэтому я думаю, что я также буду считать, что каким-то образом я все равно тоже приложила свою душу и вложила ее туда, в нашу Олимпиаду. Для того, чтобы мы показали всему миру, что мы сильная страна, мы умеем организовывать такие мероприятия крутые. И что наши спортсмены победят всех и мы заработаем все золотые медали. Ты сейчас у меня слезу выпьешь. Хочется верить, что мы можем организовать эту самую Олимпиаду и победить. Но за всем следить точно невозможно, поэтому надо следить за самыми отдельными и яркими и любимыми видами спорта. И, конечно, всем нашим спортсменам мы желаем большой-большой-большой победы. Но сейчас группа Иньян с песней Камикадзе. Кстати, кое-какие движения из этого клипа я могу тебе сейчас показывать. Ох, друзья мои, сейчас достанется кому-то по самое, что называется. Потому что наша гость и Танечка из группы Инфинити готовы обратиться к нашим, как бы это сказать, идолам, к нашим богам. Ну, конечно. К нашей сборной России по футболу. Танечка, сейчас как минимум тебе 22 члена команды смотрят, слушают. Вот скажи все, что ты думаешь. Я думаю, что, в принципе, все может получиться. И ребята могут действительно занять достойное место. Единственное, я хочу лично, это я говорю про Бразилию. Да, Бразилии уже не у нас летят. Куда они у нас летят на чемпионат мира? Я вчера их в ресторане видел. Да, вот, значит, так, хватит ходить по ресторану. Так, садиться на диету надо. Тренировки ежедневные. По 10, можно 10 часов прям без остановки. Не жалей. Не жалей себя. Значит, загонять в загон какой-нибудь. Для кого? Для игроков. А, загон для игроков, действительно. Да, чтоб туда, да. Можно, слушай, где лошадей на пробежку в загон запускают. Можно прям туда. Включить много-много софитов, чтобы прям сжарило, знаешь, так ковку припекало. Тебе нравятся потные мужчины, что ли? Нет, это будет, это будет, они хотя бы будут понимать, где они будут играть, что там очень жарко. Ах, вот оно, чтобы побрить их всех на лысо. Ну, чтобы ничего не мешало. Чтобы ничего не мешало. И вот таким образом мы будем готовить нашу сборную к играм в Бразилии. Вот вам совет от... Ну, насколько я так представляю. Ребята, а так мы за вас будем болеть, конечно, всегда. Вот так-то? Не ожидали? Ну, а сейчас так же неожиданно прозвучит в эфире телеканала Russian Music Box. Моя любимая песня. Называется, которая? Нешно. Поехали. Смотрите, какой он верный. Ну, пожалуйста. Не хочет меня отпускать. Она хочет уходить уже от нас. Ну, что мне сделать? Чувствует, чувствует руку хозяйки. Ну, что мне сделать, чтобы ты осталась? Ну, что, что сделать? Я не знаю. Я знаю, я знаю, что. Ой, согрей мне руки. Танюша по секрету мне сказала, что она ждет подарка от поклонников. Это новую машину. Поэтому, если у вас есть такая возможность, подарите, наконец, ей новую машину. Моя новая уже мне надоела. Хочу еще новую. Это всего лишь маленький женский каприз. Друзья мои, я еще раз напоминаю, что завтра в клубе «Айкон» состоится выступление группы «Инфинити». Приходите. Всех желающих. Приезжайте, прилетайте, приползайте. И что? Я хочу, конечно же, еще пользуюсь случаем передать своим бусинкам, всем-все-всем моим бусинкам, которые меня сейчас смотрят. Привет огромный. О, я представил эти самые бусинки. Они сейчас на тебя смотрят. Да, бусинки. Я вам отдаю Танюшку, но обещайте, что будете хранить и бережно к ней относиться. Танюшка, спасибо тебе большое, что пришла. Приходи к нам чаще. Ну и вы не забывайте, что в следующем месяце уже вот-вот скоро выходит ее новый клип. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok